Всем привет, друзья! С вами Абраменко Дмитрий и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о таком нереально крутом устройстве, как Navtex. Что такое Navtex для моряка? Ну, прежде всего, это то устройство, которое показывает нам, какая будет погода, какая погода сейчас, где есть шторм, будет ли шторм, какой ветер, какая волна и тому подобное. Это то, что нам очень-очень важно. Также Navtex передает информацию по бедствию, по search and rescue, какие-то там операции происходят, также какие-то навигационные опасности, возникающие, допустим, где-то в море, какой-то буй, допустим, не на позиции, или где-то рыбак затонул, или еще что-то. Ну, всякие непредвиденные обстоятельства, которые возникают в море, обычно Navtex это все нам сразу-сразу говорит, да. Береговые станции эту информацию получают от других судов, да, от своих каких-то метеослужб и транслируют всю эту информацию через Navtex. В этом видео я не буду, конечно, углубляться в теорию, что такое прямо Navtex, на каких-то манчастотах работает и тому подобное, потому что это все теория, а я вообще не теоретик, я чистый практик, да, поэтому в сегодняшнем видео я вам просто покажу, как он работает, как читать сообщения, как менять станции, да, и как менять типы сообщений, которые вы хотите получать. Иногда вы, когда приходите на борт, так может случиться такая ситуация, что, ну, просто Navtex он работал-работал, потом раз, он сбился, и что вам нужно будет сделать, как поменять станции, как настроить сообщения для того, чтобы вы получали хотя бы метеорологические там, да, эти прогнозы, или же там навигационные какие-то предупреждения, в общем, сейфти такую информацию. В этом видео я вам все подробненько расскажу. Ну что, поехали! Что собой представляет устройство Navtex? Небольшая коробочка, да, опять же, выглядит как AIS, как GPS, ну, они сейчас, в принципе, вот все похожие. Давайте вернемся сразу к очень важной информации на дисплее. Как вернуться к навигационным там сообщениям или метеорологическим сообщениям? Есть такая кнопочка, называется Display, да, если так. Нажимаем на нее. Нажимаем еще раз, и мы выходим на вот такое вот окошко, да, где отображаются все навигационные сообщения, да, которые к нам приходят. Как их пролистать? Обычной стрелочкой вниз или вверх. Так, теперь давайте разберемся вот по первому сообщению, что понять, что, как понять, что это за сообщение. Теперь давайте откроем это сообщение. Как его просмотреть? Все очень просто. Есть вот такая кнопочка, называется вот Enter, или же расшифровать Enter. Заходим. Так, что мы видим? Название станции опять, да, GB69. Дальше, какая частота? Ну, в общем, вся информация, что была там. Название сообщения, да, там, Gale Warning Wednesday 26, когда? Да, сентябрь, 3.41 UTC. И смотрим теперь, что такое Доггер. Это район в Северном море, правильно? Теперь, что там в Доггере происходит? Все очень просто. South Westerly Gale Force 8 continuing, да? То есть, в районе Доггер, в Северном море происходит в данный момент шторм с силой 8 баллов. Какое направление ветра? South Westerly, то есть, юго-западный. Вот. Дальше End of Message. Типа, все, прочитали и забыли. Как вернуться теперь назад? Опять нажимаем кнопочку Display. И мы возвращаемся опять в позицию, да, экрана, где можно выбирать сообщение. Следующее, что я бы хотел вам показать непосредственно в Navtex, это меню Navtex, или как забивать новые станции, или как менять сообщения, чтобы нам не приходили то, что нам не надо. Допустим. Нажимаем меню. И здесь мы видим. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Первое. RX Stations. Нажимаем Enter. Что у нас видно здесь? RX Mount. Manual. Почему Manual? Для того, чтобы мы вручную забивали станции, а не на автомате. А если вы поставите автомат, тогда будут приходить вам все сообщения со всех станций, которые хватает Navtex. Что нам не нужно делать? Мы должны выбрать те станции, которые нам необходимы, которые передают информацию, которую нам надо. Теперь, что нам нужно сделать? Есть у нас вот третий пункт. Auto Mode Setting и Manual Mode Setting. Если у вас первый пункт RX Mode Manual, то вам третий пункт уже, в принципе, отпадает, потому что этот пункт только для Auto Mode. Поэтому нам нужно зайти в четвертый пункт. Нажимаем Enter. Что мы здесь видим? Мы видим здесь Frequency, да, частота. RX 1.518 это международная частота, которая нам и нужна. Мы здесь ничего не меняем. И дальше вы видите вот список From A to Z. Это у нас, грубо говоря, выбираем мы станции. Потому что каждая станция Navtex, международная, да, которая находится на берегу, ей присвоен не номер, а присвоена такая буква. Или A, или B, или C, или D, или E. И как вы здесь видите, у нас сейчас выбраны станции CGPRS. Остальные станции Navtex не будет принимать, потому что нам они не нужны. Нам в этом регионе, где мы сейчас находимся, нужны только вот эти вот пять станций. Они дают максимальную информацию, которая нам нужна. То есть это навигационные там предупреждения, или же какие-то погодные, да, там, условия, которые возникают непосредственно в районе, где наше судно находится. Как получается менять станции? Все очень просто. Выбираем стрелочкой вниз, допустим, станцию A. Нажимаем Enter. Вы увидели, как квадратик белый превратился в квадратик черный. Означает, что эта станция выбрана и будет нам отправлять сообщение, если мы будем в зоне ее действия. Чтобы убрать, допустим, эту станцию, мы нажимаем еще раз Enter. Вот этим способом вы спокойненько выбираете станции, которые вам нужны. Все очень легко и просто. Для того, чтобы выйти из этого, из этой функции, да, из настроек станции, мы просто нажимаем меню. Все. Оно автоматически сохраняется и ничего вам делать дополнительного не надо. Дальше. Со станциями мы разобрались. И второй пункт Message Type. В этом пункте вы можете выбрать, какие вам нужно получать сообщения. Вот здесь, вот как вы видите, опять черные это выбранные, белые это не выбранные. Поэтому, опять, в этом же окошке, да, мы выбираем, вот, клоцаем вниз или вверх, что нам нужно, и ставим Enter. Выбираем, раз, черненькая появилась, выбираем, Enter опять, раз, светленькая, то есть не выбрано. Для того, чтобы выйти из этого меню, опять нажимаем кнопочку меню. Вот, в принципе, и все, что вам нужно знать по Naftex, как настроить станции, как настроить сообщения. Это все, в принципе, это, ну, больше ничего реально не надо, ребята, больше, ну, просто не надо. Если вы это знаете, больше ничего не стоит там менять, ничего не стоит там настраивать. Ваша задача это только получать навигационные сообщения, там, метеорологические сообщения непосредственно в районе, где вы находитесь. Поэтому мой совет вам не ставьте на авто, потому что очень много разной информации ненужной поступает. Здесь уже было авто, я вам точно скажу, очень много того, чего не надо. Сообщения идут, бог знает, с каких станций, бог знает, какие районы. Поэтому лучше выставляйте всегда ручной, ну, ручной, и выбирайте станции вручную, точно так же, как и сообщения. Выбрали сообщения, которые вы хотите, чтобы вы получали, выбрали станции, все, вы свое дело сделали. Судно там перешло из одного района, допустим, там, Северного моря в Средиземное море. По пути вы там смотрите, там, да, в книжках, в книгах, да, какие названия станций. Ну, и по ходу движения судна вы меняете эти станции. В принципе, это и все по Нафтексу. Единственное, что я бы хотел обратить внимание, это для третьих или вторых штурманов, иногда они проводят так называемые проверки Нафтекса, как на работоспособность. В Нафтексе встроенный такой селф-тест, и, как бы, они там время от времени, или раз в месяц, или раз там в неделю, нажимают, там, проходят этот тест и записывают там в свои там журналы, да, что они там провели, ну, в основном, там, в GNDSS журнале, да, что провели там селф-тест, Нафтекс работает хорошо. И сейчас я вам покажу последнее, как провести этот селф-тест и где его найти именно вот на Нафтексе такой модели. Поехали. Для того, чтобы сделать тест устройства Нафтекс именно вот этого, мы заходим в меню, мы заходим в пятое, Maintenance, нажимаем Enter, и здесь вы видите пять пунктов. Не смотрим на второй, третий, четвертый, пятый, заходим сразу в первый, self-diagnosis, раз, self-diagnosis. Переходим на вот эту вот Cancel, да, эту часть, и здесь просто стрелочкой выбирайте Start Print, Start Cancel, выбирайте Start и нажимайте Enter. Я сейчас не буду проводить этот тест, потому что, ну, видите, он уже был сделан буквально, там, я не знаю, пару дней назад, все, good, 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 поэтому я нажму, верну, как оно было, да, на Cancel, LCD Diagnosis, опять же, выбираете влево Cancel и меняете на Start, нажимаете Enter. Я это делать не буду, опять же, потому что, ну, во-первых, за это отвечает Second, во-вторых, он должен написать это в журнал, поэтому для вас я просто показываю, как эту функцию активировать и как ее найти. Вот это и все, что касается NavTex, как выйти из этой меню, из этого, из этой настройки, да, из этого self-testa, опять нажимаете меню, еще раз нажимаете меню, и вы вышли обратно в окошко, где ваши сообщения, которые вы можете прочитать, да. Когда вам рассказали так подробно за NavTex, я думаю, что вопросов быть вообще уже не должно, все просто идеально, четко, по полочкам, но, опять же, я не сомневаюсь, что будут вопросы, и всегда они возникают, поэтому, ребята, если возникают вопросы, пишите их в комментариях, я обязательно отвечу, потому что я на судне, да, как бы я могу поклоцать его, если какие-то вопросы возникают непосредственно по NavTex. И, конечно же, отвечу вам уже непосредственно там под видео, ну, если будет очень нереальный вопрос какой-то, я запишу его и покажу вам наглядно, да, если какой-то очень сложный будет вопрос. Ну, опять же, кто не подписался на канал, ребята, потратим 2 секунды своего времени, да, клоцаем subscribe или подписаться, клоцать обязательно лайк, и опять вопросы в комментариях под видео. Тот вопрос, который наберет больше всего лайков, да, или будет очень такой важный, я обязательно на него отвечу, а может быть даже запишу видео ответ. Поэтому всем, кто будет пользоваться NavTex, удачи, не бойтесь его, если вы что-то не поняли или вы приехали на судно, у вас другая модель, у вас всегда есть инструкции, всегда запомните это. Не нужно там сразу бежать в интернет, сначала откройте инструкцию, там все очень просто, все по пунктам расписано, поэтому не пугайтесь, читайте, выписывайте, как это все делать, если вам нужно сделать селф-тест или там тест этого устройства, там тоже в инструкции это все есть, поэтому не ленитесь читать и переводить инструкцию, и будет у вас все хорошо. Ну, на этом все, ребята, все, всем удачи, всем пока! Я в Голландии, просто чисто случайно решил взять велосипед и покататься по ихним шикарным улицам, великолепнейшие, кстати, вот, я сейчас вам покажу, как они выглядят. В Голландии, блин, не могу, смотрю на экран и вижу этого красавца, и просто не могу поверить.